Здравствуйте, дорогие друзья! Я Николас Георгадзе, певец из Грузии. Женился на Белорусске и живу здесь вот уже 5 лет. В Белоруссии первый раз я приехал в 2013 году. Я по профессии актер. И тут проходил театральный фестиваль под названием Куфр, который проходит в БГУ. У нас был такой музык, назывался Арика до Варика. Первое впечатление, я помню, это было, мне Минск очень понравилось. Вот эти широкие улицы, вот это открытое пространство, это было очень круто. Мне очень понравилось. Это то, что нам в Грузии не хватает. И сам фестиваль тоже был очень хороший, очень много людей, очень много стран. Очень было интересно, честно говоря. Почему я живу здесь? Вот во всем виновата моя жена. Первый раз мы увиделись как раз в этом театральном фестивале. Я уже понял, что я уже часто буду приезжать в Минске. Сначала мы общались в скайпе. Вот была такая беда, потому что, ну, расстояние большое, понятное дело. И потом я уже через месяц прилетел один раз, потом еще второй раз прилетел, и потом вообще остался. Вот последний раз, когда уже я решил остаться, вот тогда уже стало немного сложнее все, честно говоря. Но Олеся мне, ну, моя жена очень сильно помогала, и ее семья тоже очень сильно помогли мне. И я хорошо адаптировался. Самое сложное здесь было вот сделать вид на жительство. Там всяких разных бумажек, там всяких, я не знаю, много чего надо было. Вот это было самое сложное для меня. Потому что вот у нас, например, в Грузии, такие вещи можно за 10, за 15 минут все сделать. Когда я прилетел на русском, просто слова не понимал. Это было очень сложно для меня понять, что вообще они говорят, о чем они мне говорят. Поэтому я все записывал, потом мы дома вместе с женой все это проходили. Она переводила мне все это, и вот говорила, что, как и когда надо делать. Так как я вообще не знал русский язык, мы вначале общались на английском языке. Потом я нанял преподавательницу, и потом я начал заниматься русским языком. Олеся тоже немного начала уже грузинский язык изучать. Но она помогала тоже на русском языке мне, потому что она сама по профессию лингвист. И поэтому в этом смысле мне намного было легче. Вот я знаю, что такие вещи очень редко бывают, и многие это не верят. Но я когда на нее посмотрел, я знал уже, что мы уже будем вместе. Вот через неделю, когда мы уже начали разговаривать, мы уже узнали о друг друге много чего. Я уже понял, что я уже хочу, чтобы она стала моя жена. Мы вначале собирались переезжать в Грузию, но Олеся училась в университете, и поэтому решили остаться тут. С тех пор, как я прилетел, честно говоря, отношение к Белоруссии не очень поменялось. Я сразу понял, что тут люди в каком-то смысле, не могу сказать, что очень, но в каком-то смысле похожи даже на грузинов. Толерантность вот этот. Вот даже, например, на улицах, когда у меня был какой-то вопрос, и они сразу подсказывали с удовольствием. Никогда не было вот таких хмуреных лиц. Чего? Хмуреных лиц. Что это такое? Пять лет назад я не мог представить, что вот пройдет пять лет, и я еще буду здесь. Но, честно говоря, я очень доволен, потому что тут нам спокойно, хорошо, и нам намного легче стала жизнь, потому что я более адаптировался. Я так понимаю, мы попали на репетицию. Да, скажем так, это мое рабочее место. Я тут очень часто нахожусь. Это мое любимое место. Что ж, давай присядем и поговорим о музыке. Давайте. То есть ты, кроме того, что и актер, еще и музыкант. Да, я уже, вот получается, 10 лет занимаюсь музыкой. У нас еще в Грузии было уже два бенда. Вот ребята уже в Минске приехали тоже. Скоро мы уже собираемся концерты давать в Минске. И вот так стараемся. А что у тебя в руках, расскажи, пожалуйста. Это мой друг Фандури. Фандури, да? Фандури называется. Это грузинский национальный инструмент. Это наш грузинский город, скажем так, потому что в Грузии это очень известный инструмент. Кстати, это сделал мой дед. Ничего себе. Он тоже был большой инструменталист, сам тоже пел. И вот сделал для меня такой большой подарок. А какие песни играются на этом инструменте музыкальном? Какая музыка обычно? Более фолк, скажем так. Потому что традициональная грузинская вот такая музыка. Может, что-то сыграешь? Можно. Можно. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Такой есть стереотип, что все грузины поют и танцуют. Это правда? Ну, в самом деле, может, это не совсем так. Но ближе к правде. Да, я уже 10 лет занимаюсь прямо профессионально. До этого тоже всю жизнь пел, честно говоря. Но вот после того, как мы уже создали бенд, вот тогда уже начали более серьезно этим заниматься. Что касается сегодняшнего бенда, что мы в Беларуси, в Минске сделали. Тут у нас ребята из Беларуси тоже. Вот к грузине тоже прилетели уже. Вот здесь уже фолк-музыка не совсем традициональная. А сам ты пишешь музыку или начинаешь песни, может быть? Да, для наш бенд музыку и текст пишу я сам. У меня есть несколько песен и грузинском языке, есть и на русском языке. Пока на беларусском нет. А у тебя есть какие-то любимые песни, которые ты любишь исполнять чаще всего и больше всего? Да, у меня есть несколько моих тоже любимых песен, которые я очень сильно люблю. И у меня есть еще любимые песни, грузинские традициональные, которые я очень сильно люблю. Можете знаете Ах Тур Пав Тур Пав, Нина Катамадзе поет. Во всем мире знает Нина Катамадзе, еще знает, конечно же, Сулико и Чита Гвритта, да, называется песня? Да, Чита Гвритта. А, кстати, мы сможем Чита Гвритта попробовать вместе. Я не умею, я тебе предупреждаю сразу, играть я тоже не умею. Ничего страшного. Ах Тур Пав, Нина Катамадзе поет. То есть в Беларуси твоя работа – это музыка, ты музыкант и певет, да? Да, да, и работа, и хобби, и не знаю, все. Музыка для меня – это все. И в Беларуси нам приходится часто в разных гастролах ходить, вот так работаем. Пили соба несколько раз, мы уже успели петь. И иногда даже приходится в Грузию обратно улететь, и там в несколько фестивалях участвовать. Вот так живем. На две страны? Да, на две страны. Мне нравятся очень сильно белорусские песни. Мне очень сильно нравится Куполинка. Есть такая песня, тоже Ружья Кветка, очень красивая есть песня. И мне нравится язык, это очень музыкальный язык. Для пения подходит отлично просто. Вот, мне очень нравятся эти белорусские песни. То есть это будет грузинский-белорусский бэнд в перспективе, да? В перспективе, да, так и будет. Вот улица Калсамонская, мы с супругой очень любим тут гулять. Когда я первый раз тут побивал, мне очень понравилось это место. Вообще архитектура в Минске, честно говоря, мне нравится. Мне нравятся вот старые советские эти высокие потолки. Много парков в Минске. Мне очень нравятся вот эти открытия площади. И я очень сильно люблю аттракционы, поэтому мы с женой очень часто ходим и катаемся так. Раз я актер, мы с Олесей часто ходим в выходные в театр. Мне очень нравится молодежный театр. Мы часто там побываем. И когда сравнивают грузинский-белорусский театр, честно говоря, очень много общего. В первую очередь в Грузии про Минске я рассказываю, как тут чисто. Это раз. Это когда я прилетел первый раз, мне сразу очень сильно удивило. Часто тоже побывал в Европе, но такое я, честно говоря, даже в Европе не видел. Мне после Минска очень понравилось Гродно, потому что там много красивых. В первую очередь архитектура мне очень понравилась. Понравилось то, что там тоже очень чисто. Понравилось то, что там очень много красивых костер. Ну, все равно мне Гродно очень понравилось. Еще впечатлила очень сильно Брестская крепость. Мне очень понравилось. Еще вот летом с друзьями часто бываем в Нароч, там очень красивое озеро. Еще могу сказать про Витерск. Витерск тоже очень красивый город. То, что еще сложновато было для меня в Минске, это погода. После нашей солнечной Грузии это было немножко сложнее, потому что когда у нас в Тпилиссе в Грузии минус 2, там все замерзает, люди из дома не выходят, всем очень холодно. А тут минус 15, и всем даже хорошо все. Поэтому погода это был самый главный шок в Минске. Но зимой мы с супругой часто стараемся, я не очень это еще освоил, но на конках кататься. Летом у меня есть тут друг, такой спортсмен Гивик Белосвили, кстати. И мы вместе с ним уже объехали весь город, честно говоря. Нам очень нравится, потому что на велосипеде намного по-другому все видно, все чувствуется, чем на машине или там вот так гулять. Нам придется часто приезжать в Грузию, но я хочу сказать всем, что друзья мои приезжайте в Беларусь, потому что здесь очень красиво, очень чисто, очень добрые люди, и они ждут вас. Честно говоря, после Грузии нигде не сложно ехать. Там не поймешь, когда поворотник влучает, когда человек разворот делает. Короче, ничего не понятно. Очень сложно, потому что не слушаются водители к закону, скажем так. Вот, а здесь более-менее порядок. За рулем немного по-другому все видно. Характер тоже. Сигналишь? Честно говоря, да. Бывают у меня вот такие взрывные моменты, но стараюсь меньше. Стараюсь вот так. По-белорусски спокойно. Вот я от белорусов, кстати, научился. Спокойство. Спокойство, да. В Тпилиси дороги нормальные, хорошие. А в районах у нас сложновато в этом смысле. А в Беларуси в целом очень хорошая дорога. Широкие проспекты, это помогает водителю очень сильно, потому что в Грузии очень сложно. В машине очень близко идут вместе вот так. Ну как, ну, нельзя же так? Братан. Сейчас я стараюсь запоминать улицы, поэтому приходится, да, часто ехать. Потому что вначале мне очень сложно было, честно говоря, ориентироваться. Когда я езжу на машине, я вот мечтаю, что через год, может, через два, могу вот на машине приезжать в Грузию. И вот вместе с семьей вот ехать по гору, по горе, там, по море. Я иногда в машине вот так грузинскую музыку слушаю и иногда сам подпеваю. Это прекрасное место. Это грузинский ресторан на Тресхе. Я бы сказал, да как, это маленький кусочек Грузии на белорусском земле. Я, в самом деле, очень сильно люблю тут находиться, потому что в каждом угле, в каждом детали как-то чувствуется Грузия. Поэтому я тут часто прихожу. Как ты общаешься с друзьями в Грузии, с родственниками, родителями? Как поддерживаешь связь? Мы уже по интернету, конечно, потому что чаще я уже не могу приезжать. Поэтому нам придется уже по интернету. И они тоже не смогут тут прилететь. А в гости вообще ездит кто-нибудь к тебе? Пока еще никого тут не было. Обязательно надо приехать. Обязательно. Обязательно ребята надо приехать. Я бы сказал, что Беларусь тоже очень гостеприимная страна. Тоже очень толерантная страна. У нас, в принципе, даже праздники попадают, потому что и мы православные, и вы православные. И, по-моему, мы очень похожи на друг друга. Знакомьтесь, это моя супруга, красавица, Олеся Савина Георгатте. Мы про нее уже много говорили. Вот и она. Очень приятно. Мне так же. Насколько я знаю, в Грузии вообще не принято женщине брать фамилию мужа. Что касается Беларуси, всем известно, что у нас здесь это принято. И даже более того, многие мужчины обижаются, если женщина отказывается брать фамилию. Родители рассели ее, и у нас как-то не принято, чтобы вот уже передал к мужу, и все забываем про родителей. Действительно, это судьбоносная встреча. Я не планировала выйти замуж за иностранцей. Знакомство с Ником для меня было случайным и незапланированным. И, конечно, я не могу это назвать иначе, как судьба. Ну, такую встречу. Настойчивость грузинских мужчин, это, конечно, я не знаю, достойно книг, описаний каких-то романтических фильмов. Это действительно так. Первое наше знакомство, Ника ко мне подошел и говорит, что я люблю вас. Это первая его была фраза. Я к этому не всерьез отнеслась. Я посмеялась, похихикала и сказала ему в ответ, что так сразу. Так завязался небольшой разговор. Но меня, если честно, все это скорее напугало, чем как-то наоборот. Второй день знакомства. Он мне говорит, что давай поедем сейчас к своему папе, познакомимся, чтобы он понял, что я серьезный парень, что это все серьезно. Я уже приняла решение обо всем. То есть на второй день я... Это второй день. Да, я говорю, ну, давай не поедем. Давай пока не поедем. Вот. Ну, с папой мы попозже, конечно, познакомились, но он мне просто сразу начал рассказывать активно о своей семье. Часто задают вопросы люди, которые не очень много знают про Грузию, зачем ты вышла замуж за такого человека, будешь у него пятой женой. Как раз-таки наоборот, в православной Грузии это трудно представить. Там такой культ женщины, культ особенно матери. Грузины действительно очень народ темпераментный. Это видно по музыке, по танцам, по их искусству. И, в принципе, конечно, в жизни они такие же. Но интересен тот факт, что лично я, например, я себя считаю спокойным человеком, но в некоторых жизненных обстоятельствах я выхожу гораздо раньше из себя, чем Ник. Если, допустим, в семейной ссоре, будь то белорусы, русские, не знаю, там, итальянцы, кто угодно, если два человека понимают, что понимают значимость семьи, понимают, ну, не знаю, понимают свою любовь, ценят ее, то они могут договориться. И тут совершенно не играет значение культура в роль. Я точно так думаю. Ник мог сказать, например, я грузин, ты не забывай. Я на это совершенно спокойно отвечала. Я белорусская, ты тоже это не забывай. В принципе, мы православные, поэтому у нас все совпадает. Но интересно, у нас все-таки отличаются застолья, да? Немного отличаются. Первое отличие, это, я думаю, что это порядок тостов. На грузинском застолье как этот тост? У нас в обязательном порядке, надо сказать, несколько тостов. Это обязательно. Или там хозяин обидится, или там гост обидится, потому что там минимум 10 тостов. Тостов про бог, про маму, про Грузию, про семью, про друзья, про любовь. Это в обязательном порядке. Честно говоря, это помогает, в каком-то смысле, очень сильно помогает людям застолье общаться. Не то, что только сидеть и в телефонах быть. Еще одна интересная особенность. На грузинском застолье, прежде всего, приносятся традиционные блюда. То есть это какие? Я, кстати, когда я в гости приходил в Белоруссию, я думаю, что там будет белорусское традициональное блюдо, там драйники, там бабка, мочанка. Мне очень сильно все это нравится, потому что я очень люблю картошку. Я думаю, что Беларусь тоже, вот как мы, когда у нас приходят гости, там хачапури, там сатсиви делаем, то есть традиционное. А как-то тут по-другому, да, как я понимаю, то есть... В общем, салат Оливье был удивителен для Ника. Я знаю, что вы учите грузинский. И Ник помогает в обучении, и как это происходит? Ой, мое изучение грузинского языка – это достаточно долгий и интересный путь. Если честно, когда я вот изучала иностранные языки в школе, в университете, у меня всегда была такая мысль, что если рядом был бы носитель языка, это бы облегчило все. О, как же я ошибалась! На самом деле, ну, если по правде сказать, Ник не очень мне помогает в изучении грузинского языка, и пусть ему будет стыдно. Потому что мне самому надо на русском языке. Пусть ему будет стыдно за это. Не стыдно, мне же надо самому на русском языке, музыке, на русском языке разговаривать. Поэтому я всегда на русском разговариваю, а на всегда мне просто давай по грузински, давай по грузински. Ну, потом уже как-то начинаем по грузински, но потом я все равно забываю. А на белорусском ты какие-то словечки знаешь? Как-то Олеся помогает учить? Олеся – это белорусское имя. Да. По уважанию пассажири. Зажигает. А хлопец. А хлопец. Хлопец, хлопец, не журица. Кого любишь? Кого? Кого любишь? Разборись. Разборись, да. Скоро ты будешь прекрасно петь белорусское имя. Песняры, да. Я очень люблю песняры. На самом деле мы несколько белорусских песен разучивали совместно. Я помогала Нику, и у него вполне даже хорошее произношение. Как ни парадоксально, в грузинском есть звук «г», подобный нашему в белорусском. То есть, ну, очень легко такие слова произносить. Пока я не могу сказать, что я очень хорошо говорю. Я стараюсь. Особенно мне нравятся и песни грузинские. Я знаю, что в Грузии еще своеобразная письменность. Вы умеете писать грузинский? Да, умею. Очень хорошо. Тогда небольшое испытание, когда он взгляд на белорус, вот, ручку, блокнотишь, напишите, пожалуйста, «Белорус» и Грузия». Честно говоря, я здесь никогда не чувствовал себя иностранцем. Наверное, это заслуга белорусского народа. Ну, что еще говорить? Давайте я лучше вам спою. ПЕСНЯ 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова